Такие большие и такие маленькие. Баскетболисты команды «Спартак Приморья» отложили все дела и провели день с детишками из онкоцентра. Больничный коридор спортсмены превратили в площадку для игр. Кто-то рисовал, а кто-то активно обыгрывал баскетболистов. Мы с ребятами решили приехать, поиграть с детьми, развеселить их, получить позитивные эмоции. Самих настроений вообще понимают? Да, конечно. Это всегда радостно, когда дети улыбаются, радуются победам. Вот они играют в настольные игры. Мы тоже улыбаемся, очень-очень счастливы. У меня в гости! Еще с утра Даша чувствовала себя нехорошо, но с приходом гостей улучшилось самочувствие и поднялось настроение. Настольный баскетбол с профессионалами для девочки оказался лучше любого лекарства. Таких гостей Даша готова принимать хоть каждый день. Мне очень понравилось. А что продаваешь всего? Все понравилось. Ты сегодня с баскетболистами встречалась. В баскетбол-то поиграли? Да. Я слышала, что ты выиграла? Ну, два раза выиграла. Два раза обыграла баскетболистов? А как у тебя получилось? Очень старалась. Для детей, которые большую часть времени проводят в больничных стенах, такие встречи очень важны. Постоянные поддержка и общение прибавляют сил для борьбы с болезнью. А главное, дети не чувствуют себя оторванными от внешнего мира. Они играют, смеются, рисуют. Они уже в этот момент не чувствуют себя больными. Они чувствуют, что они такие, как все дети. Это их радости. Радости, которые должны быть у каждого ребенка. Здоровьем тоже можно и нужно делиться. Так решили молодые баскетболисты. И самым важным для больших и маленьких стали не игрушки. Спортсмены научили малышей побеждать, а дети научили их ценить жизнь и радоваться каждому ее моменту. Такие, на первый взгляд, детские игры очень важны. И особенно для этих малышей. Ведь смех и доброта – самое сильное лекарство, которое полезно почаще принимать и взрослым. Анна Бережная, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.